Добрый день, уважаемые телезрители! Мы продолжаем серию интервью с Виктором Храпуновым и Ксакимом Алматы, человеком, который отлично знает, как устроена политическая система Аккорды и каким образом отражаются те или иные внешние события на политической кухне внутри этой довольно-таки закрытой системы. Другими словами, Виктор Храпунов – это политический инсайдер. Более того, это человек, который может открыто высказывать свою точку зрения и выражать оппозиционные взгляды, что, согласитесь, сегодня для Казахстана не просто не распространено, но и опасно. Добрый день, Виктор Вячеславович! Добрый день, Алексей! Виктор Вячеславович, сегодняшней темой нашего интервью я предложил бы обсудить выступление Нурсултана Абишевича Назарбаева в МГУ спустя 20 лет после того выступления, которое состоялось в 1994 году. И я хочу напомнить телезрителям, что нынешнее выступление, оно тоже имеет уже свою историю, хоть и достаточно короткую, но весьма значительную. Дело в том, что запланировано оно было на довольно громкой, импопезной конференции по евразейству, в котором созвали огромное количество всяких специалистов, но в самый последний момент конференцию тихо отменили. Журналистам сказали, ну вы знаете, пока нет, потом будет видно. И только когда начались события на Украине, стало понятно, что вообще, почему реально была отменена эта конференция. Так или иначе, но в совершенно другом антураже, без какого-либо информационного шума, без вот этой вот громкой, помпезной евразийской конференции, Нурсултан Абишев выступил все-таки в Московском университете. И вот в связи с этим у меня первый вопрос к вам, Виктор Вячеславович. Вы как бы, если бы очень кратко охарактеризовали это выступление? У вас есть какие-то очень емкие такие определения? Алексей, ну для начала, шутки ради, так сказать. После выступления в 1964 году в МГУ с лекцией Нурсултан Азарбаев получил автоматически звание доктора наук. Я думаю, что после выступления через 20 лет, это историческое выступление, как назвал его Садовничий, в своем вступительном слове, Назарбаев получит звание академика Российской академии наук и будет академиком, дипломированным за эту лекцию. Я так понимаю, Алексей, для начала. Что касается конкретного выступления, ну, ничего нового Руслан Азарбаев не сказал в своем выступлении. Я прослушал критически от и до, посмотрел все, что он сказал, о чем он доложил людям, собравшимся в зале, где он выступал. Та же самая риторика о создании союза, та же риторика впереди экономика, а потом политика, то же самое успехи бить в литавры, что экономика Казахстана в 16 раз возросла, ВВП Казахстана на душу населения вырос в 700 долларов, взятый Назарбаевым с 1991 года и до 13500-2013 года. И в конечном итоге подвел черту, где сказал, что необходимо нам обратить внимание и привел там пять пунктов, на что необходимо сегодня обращать внимание этому интеграционному сообществу, которое будет создано. И он уверен, что в мае месяце при саммите, который будет проходить в Астане, документы эти будут подписаны на создание этого Евразиатского союза. Но хочется отметить, что вскользь было скажено и по Украине, что он и учился в юности на Украине, и вопросы, то, что произошло на Украине, они очень больно сегодня задевают самого султана Назарбаева. И это реальность, которую нужно, так сказать, учитывать обязательно. И было сказано несколько слов, что другие, которые сегодня в мире находятся более 200 объединений, критически относятся к этому объединению. И Назарбаев смотрел здесь как бы с юридической точки зрения, как он сказал, международного права. Это не объективная конкуренция со стороны тех уже действующих экономических объединений. А вот мы создаваем объединение. Сегодня многие критикуют и говорят, что якобы будет создано что-то наподобие Советского Союза. И сказал, почему не может быть создан Советский Союз, почему не может быть реаклинации Советского Союза и привело такие веские доводы, что созданное совершенно независимое государство и собственность, которая была или действовало право собственности в Советском Союзе, она хронично отстала от современных требований времени. Вот если коротко... И призыв такой был еще, извиняюсь, Алексей, что он предложил, чтобы вот этот союз, это объединение вошло в тройку лидеров и сразу же оговорился. Я поставил там, ну максимум четыре заслуживших внимания объединения. Вот в тройку этих четырех мы почему бы не попасть и все вместе надо не построить такое общество, которое попадает в такую структуру, которая попадет в тройку лидеров в мировом пространстве. Виктор Вячеславович, ну вот вы были свидетелем того выступления 94-го года. Если так кратко сравнить, то и это выступление. Ну, Алексей, то выступление было чисто такое популистское, я бы сказал, с точки зрения, что вот пришла идея создать такое евразийское пространство, которое бы определяло, ну это предполагалось, что практически все страны СНГ войдут в это евразийское пространство и возродится действительно какой-то союз экономический, который позволит, конечно же, гораздо больше иметь возможности действовать слаженно и экономически, затем проводя политические реформы, которые позволили в тот момент сказать, да, вот мы союз разрушили, советских социалистических государств, но мы создали единое экономическое пространство, которое позволяет сегодня от Дальнего Востока и до Карпатских гор любому бизнесмену, любому предпринимателю активно действовать и вместе с тем сами же создали все припоны, которые героически потом преодолевали, и чтобы прийти вот к этой ситуации, которая сложилась сегодня. В своем выступлении сегодня Насултан Назарбаев обязательно сказал, как он обратился в 1998 году к главам государств с простыми десятью вопросами, как помочь жителям наших стран СНГ решить все проблемы, которые сложились сегодня. А он ни словом не обмылся, что эти же руководители государств и создали все эти припоны для населения, которое даже не думало, не гадало, что им попадут в такую ситуацию. А почему бы самому Насултану Назарбаеву не сказать? Да, вот мы неправильно сделали, мы ошиблись, мы создали свои национальные границы, мы сошли в свои национальные норы и создали неудобства для населения, а потом героически преодолевали их. Поэтому, Алексей, то было выступление чисто такое, я бы сказал, несколько спонтанное, несколько эмоциональное, несколько, такое, я бы сказал, популистское, может быть, больше всего, то в этот раз он уже представляет как мэтром таким, понимаете? Вот я предлагал тогда то, мы находимся вот на таком-то уровне развития сегодня, а если приняли то, что предложил я в том году, где мы были сейчас, и прослеживается во всем выступлении сегодняшнем, некая, я бы сказал, может быть, даже обида и гордость за то, что тогда вот его не поняли, а если вы поняли тогда, то мы были бы совершенно на другом уровне развития сегодня и Кавенки, и политические преобразования на бескрайних просторах СНГ, Алексей. Виктор Вячеславович, вот эта вот тема, так называемая, борьбы с Советским Союзом, она порой мне кажется, ну, такой удобной формой затуманивания мозгов, то есть на самом деле было бы странно ожидать от Нурсултана Назарбаева вообще, в принципе, возвращения к Советскому Союзу. Мало того, что прошло довольно много времени, но и к тому же нынешний Казахстан меньше всего похож на тот Казахстан, который был в Советском Союзе, в том числе по своему экономическому, по социальному потенциалу и по вообще распределению, в том числе, структуры внутреннего продукта. И нынешний таможенный союз, по крайней мере, когда я обсуждал это с экспертами не на политическом уровне, а на таком, ну, скажем, чисто экономическом, в общем-то, сводился дискуссия об экономической интеграции к вопросам о тарифах перевозки сырьевых ресурсов по российской инфраструктуре, по транспортной инфраструктуре, использовании транспортной инфраструктуры, в том числе трубопроводов. И вот если поставить вещи так, то все, как говорится, сразу встает на свои места. То есть Нурсултан Назарбаев представляет собой мощную группу, которая заинтересована исключительно в эксплуатации экспортного сырьевого ресурса страны. И для того, чтобы его максимально использовать, ему необходимо максимальное количество и максимальная свобода в использовании любой транспортной инфраструктуры. От Ирана, там, Азербайджана, Казахстана, России и так далее. И Китая в том числе. Вот, в общем-то, вся идея этой самой интеграции. Вот как у вас есть по этому поводу своя точка зрения? Алексей, у меня есть четкая своя точка зрения по этому поводу. Абсолютно правильно мы подметили, что таможенное пространство, которое было создано, и я помню, когда Карим Масимов, лучшим министром Казахстана, в тот момент с такой сияющей, лучезарной, Назарбаевской улыбкой на лице, сказал, господа, теперь мы повезем товары от западной границы до Дальнего Востока, и никаких припонов у нас не будет. Мы победили, мы добились того, что мы хотели, и никто ничего платить не будет лишнего, и наша продукция будет конкурентоспособной, и мы будем вот так жить. А если посмотреть более подлубже, Алексей, помните, когда в Польшу был приглашен господин Назарбаев, бывшим президентом Польши, который погиб в авиакатастрофе, который летел в Россию для того, чтобы честовать, так сказать, признание России расстрела польских офицеров. И тогда Назарбаев был приглашен как человек, который будет выставлен альтернативой Российской Федерации. И Назарбаев сорвался лететь в Польшу по этому вопросу. То есть, как Владимир Владимирович по телефону погиб в Назарбаеву резко изменил свой курс и отказался поехать в Польшу. Это лишний раз подчеркивает правдивость Ваших слов. То, что Вы сказали, он всегда искал возможности выхода на другие рынки, другие пути, и как можно максимально завернуть добываемые углеводороды и природные ресурсы Казахстана во вход, так сказать, Российской Федерации, поскольку он был, не вхож в те транспортные структуры, которые имела Российская Федерация, и он не мог влиять на них и, так сказать, создавать соответствующие условия для экспорта своей продукции. И вот даже выступая в своей лекции в МГУ, он говорил, что мы строим полторы тысячи километров железной дороги в центральной части Казахстана до Каспийского моря. Для чего? Что она дает? Если бы после Каспийского моря можно было соединить с какой-то железной дорогой и позволить грузам идти дальше, положим в ту же самую группу, то было бы что-то и понятное, для чего она строится. В этой ситуации понятно, что это односторонняя железная дорога, и все это будет транзитом идти на Китай. Ясно и понятно. Дальнейший весь выход, как вы сказали, через Афганистан, Крисийский зариб, тоже понятно, для чего все это идет. то есть Руслан Назарбаев в этой ситуации проводит непоследную политику. Необходимо политикам открыть свои глаза, посмотреть, что же было сделано конструктивно, а что же было сделано деструктивно по отношению к ближайшему соседу. Как выразился Назарбаев, что сосед дается Богом, его выбирать не приходится, и необходимо жить в мире и согласии с соседом. Поэтому я имею свою четкую, твердую точку и убежденность свою, что Назарбаев даже немного векторный, многофлюгерный политик. Куда подул какой ветерок, туда Назарбаев поворачивает свою голову и встребляет в свой взор. Что в политике не совсем, я думаю, нормально и нет какой-то основы, нет какой-то уверенности в том, что те вопросы, которые были обговорены с тем же Назарбаевым, будут выполнены до конца. Это мое мнение, Алексей. Виктор Вячеславович, вот в связи с этим у меня тогда просьба вот так прокомментировать. А как вы считаете, насколько в Кремле вообще в России отдает себе отчет в том, что каковы реальные цели во всей этой евразийской интеграции Назарбаева? Ну, цель Назарбаева ясна и понятна, Алексей. Когда ученые посчитали, что для того, чтобы государство было самое достаточное, они назвали цифру, это были в 90-е годы, 28-30 миллионов населения. И тогда Назарбаев начал лихорадочно искать связь, с кем бы он мог объединиться в экономическом плане, для того, чтобы создать вот этот эффект достаточности. Вы помните, тогда появился Евразес, когда Назарбаев посчитал и сказал, вот у нас будет 60 миллионов. Когда мы входим в Евразес, Евразес будет заниматься, и мы будем вот здесь на участке Центральной Азии самодостаточным объединением. И мы будем уверенно двигаться и работать в этом вопросе. Но когда замаячиваем на горизонте понятие евразийского пространства, то Евразес стал уже не нужен практически, поскольку там открывались другие перспективы. Только в Российской Федерации 147 миллионов населения было в тот момент, плюс 15 миллионов Казахстана, плюс Белоруссия. И в тот момент времени очень четко прослеживалась Украина со своими 42 миллионами, и Узбекистан присматривался к этому объединению, ни много ни мало 22 миллиона киргизист со своими миллионами присматривались к этому объединению. И маячил совершенно другой подход и другая совершенно сила. Исходя из этого, у султана Назарбаева созрел план, что вот объявить о евразийском экономическом пространстве и создать такой конгломерат, что ли, если правильно выразиться, который будет самодостаточным, может саморазвиваться и не зависеть от других каких-то объединений Евросоюза, других объединений, которые сегодня действуют на территории планеты Земля. Поэтому его, конечно же, устремление, и сегодня оно очевидно, получить достаточно большой рынок сбыта продукции. Как он вчера сказал в своей лекции, что с Россией мы имеем аж 24 миллиарда долларов товарооборотов. Да что такое 24 миллиарда? Для России это менее 10% положим объема ВВП России. И для Казахстана, если посмотреть, те же самые 300 миллиардов долларов ВВП Казахстана в год, даже здесь получается менее 10%, а в российском объеме и того меньше. А перспективы то есть более большие, более глубокие. И что мне еще, Алексей, не понравилось выступлению на султана Назарбаева, хотя, может быть, наоборот понравилось, как политику, действующую несколько в оппозиции на султану Назарбаеву, когда он сознался в том, что направленность экспорта из Казахстана это сырьевая направленность. То есть за 20 лет деятельности Казахстана как самостоятельного государства практически не создан никакой промышленности и не было индустриционных проектов, которые позволили сказать, что мы индустриальная страна. Алексей, к примеру, Сингапур. Там, говорит, диктатура бывшего руководителя Сингапура, но говорят, что она просвещенная диктатура. Он покупал самую современную технологию, строил за собственные средства эти предприятия, затем продавал их бизнесменам. И эти предприятия работали и давали продукцию с высочайшим уровнем добавленной стоимости. А куда текли миллиарды долларов Казахстана за углеводородные природные ресурсы, и что Казахстан какую технологию привлек, суперсовременную сегодня, стоящую, примерно 2-3-4 миллиарда долларов, развернули на территории Казахстана такое производство. Запустили какую-то продукцию, которую сегодня используются спросом во многих разных государствах. нет такого. Поэтому прагматик Назарбаев видит в этом большое пространство для дальнейшего продвижения своей продукции на этом огромном пространстве, Алексей. Вот смотрите, Виктор Вячеславович, давайте так скажем, рассмотрим это с другой стороны. Вот когда мы ведем речь об энергоресурсах, там достаточно все понятно, ну по крайней мере на постсоветском пространстве. Небольшое количество предприятий или там компаний, которые концентрируют большую часть добычи энергоресурсов и так или иначе управляются на самом политическом верху. Соответственно, вот эти вот ресурсные потоки, они зависят от транспортной инфраструктуры и от конъюнктуры на внешнеэкономических рынках. Внутренний спрос на эти товары существует, но он, мягко говоря, погоды не делает. Таким образом, как ни странно, вот это колониальная что ли структура, она очень эффективно поддерживает любую авторитарную политическую систему. Теперь смотрим на то, что создается в условиях евразийского пространства. Вот вы упомянули возможность доступа казахстанских производителей к мощному или большому, но относительно большому российскому рынку. Но для того, чтобы там что-то продавать, нужно что-то производить. В конечном итоге первичный вопрос не в том, каким образом регулируются поставки товаров на тот или иной рынок, а в том, существует ли наличие производства конкурентоспособного этих самых товаров и услуг, которые затем можно будет поставлять. И в этой связи возникает такой вот вопрос. Хорошо, получат производители в Казахстане вот такой вот сигнал. Ага, есть рынок, можно производить больше. Но ведь это же не энергетика, я имею ввиду, не сырьевой ресурс. Здесь же много производителей, здесь неизбежная жесткая конкуренция, здесь локтями толкаются. И, что самое важное, здесь уже очень скоро эти производители поставят вопрос так, что, а зачем нам вот такая авторитарная политическая структура? Нам не нужна, нам такая крыша не нужна. Нам нужна нормальная демократическая система, где мы можем принимать участие в разработке решений, в принятии решений, в договорах. Другими словами, ситуация вернется к концу 90-х годов, когда вот эта самая группа молодотюрков, то есть молодых казахстанских предпринимателей, бросили вызов Назарбаеву. И получается сейчас, получается сейчас, что если Назарбаев говорит, давайте рвитесь на этот рынок, он что, по себе хочет могилу таким образом вырыть, второй раз уже? Алексей, резонный ваш вопрос. Ну, Назарбаев выслит такую политическую структуру в Казахстане, что ни один, как вы сказали, молодотюрк не может появиться на экономическом пространстве, даже не говоря о политическом пространстве. Ведь посмотрите, сегодня в одном лице султана Назарбаева мы имеем первое, исполнительную власть, второе, законодательную власть, третье, судебную власть. Все в одном лице. Чуть поясню, исполнитель он президент, вседорогно избранный, с высочайшим уровнем процента отдачи голосов за эту кандидатуру, хотя никакого выбора не было. Был кандидат Назарбаев, еще было два человека, которые потом сами тихонечко показывали бюллетени, за кого они проголосовали, всему казахстанскому уровню отболосовался Назарбаев. То есть выборов никаких не было, выборов у казахстанцев не было, вновь был назначен избранный президент Назарбаев. Через свою партию Нур-Отан, которая сегодня является, ну до этого она была 100% представительства в парламенте, но султан Назарбаев имеет законодательный орган власти. А назначение прокуроров, судей, и всех руководителей МВД, начиная с самого верха до самого низа, вся судебная и, так сказать, правоохранительная власть в его руках. Поэтому он не боится этого. Он создал такую систему, которая сегодня очень дает возможность ему в ручном режиме управлять государством, Алексей. то есть в принципе он... Прошу прощения. Да-да-да, слушаю. Поэтому то есть с вашей точки зрения даже расширив поле экономической деятельности, он все равно сможет обеспечивать контроль над ним. Ну, конечно, Алексей. Сегодня все главные производители это является компанией Фултана Назарбаева, но в самом худшем случае членами семьи. Понятно. Есть смен, который только-только появляется на рынке через финансовую полицию, налоговый комитет, он видит все экономическое состояние того или иного игрока, и в конечном итоге сюда случится финансовый полицейский и предлагает отдаться тому или другому производителю, если нет, то извини, у тебя будут проблемы. Это же логика железная. И он никого не пустит на этот рынок. Он сегодня благодаря своему вот этому длительному сроку действия на территории Казахстана, его, как я люблю говорить, метастазы добрались практически до каждого бизнесмена в республике Казахстан. Это ужасная ситуация для казахстанцев, для Казахстана. И если вспомнить ситуацию на Украине, Алексей, вы помните, когда господин Кучма, который уже заканчивал свой второй срок пребывания на посту президента Украины, и который понимал, что украинцы не дадут возможности провести реформу, как Назарбаев провел, хотя он приезжал к Назарбаев для консультации. Я часто видел и в Астане его, видел и песню. Они очень хорошо исполняли Тишмины Педманула дуэтом Назарбаев и Кучма. И Кучма захотел провести такую же реформу. Он хотел создать двухпалатный парламент и захотел ввести так сказать вето и имел, чтобы президент имел право распустить парламент. Но Рада не пошла на это. И господин Кучма потерпел фиаско в связи с этим. Но он развернул работу. Он хотел перейти премьер-министр и сделать парламентскую республику развел работу и начал принимать законодательство позволяющее это сделать. Главным действующим лицом должен был быть премьер-министр Украины. То есть Кучма. У него заканчивается второй срок, он автоматически должен был перебраться в кресло премьер-министра, а президент Украины должен быть номинальным. Но украинцы не позволили тогда и появилась вот эта самая оранжевая революция. Но Назарбаев очень четко провел, хотя он продвигает лозунг и в этот раз на своей лекции он тоже сказал я всегда говорил и сейчас объявляю об этом что мой лозунг в начале экономика о том политика это дурманивание народа Казахстана. Говоря о том что экономические какие-то реформы проводят политические процессы не идут в Казахстане он не ведет реформ а он же их провел вот и дом сегодня в Казахстане узаконенный культ личности Назарбаева принят закон о неприкосновенном человеке в Казахстане это узаконный культ личности то есть все политические реформы он провел он сегодня ну маленький божок в Казахстане и он Алексей никто не может его снять никто не может предъявить ему какие-то претензии критиковать его никто не имеет права поэтому он уверен в себе и действует вот в этом пространстве таким вот образом а что касается Российской Федерации то я думаю там есть трезвые головы которые практически понимают ситуацию и патриарх который сегодня заявляет и в Казахстане и многие вот вчера по телевидению к примеру телеканал в дождь там четко было сказано что вот Назарбаев сегодня действует в Казахстане и пока он президент то не будет в России притязнений или притязаний на какие-то территории Казахстана и это вода на мельницу Нусултана Назарбаев это неправильная политика любой другой президент который придет на место Назарбаев он для казахстанцев сделает гораздо больше чем сегодня работающий на себе на члены своей семьи президент Казахстана Нусултан Назарбаев поэтому я твердо убежден что Казахстан и действительно в этой ситуации нужен новый президент и я думаю что руководство Российской Федерации в конечном итоге поймет что нельзя Нусултану Назарбаеву так долго идти на уступки сегодня он тянет одеяло на себя и говорит в лекции своей что я предлагаю вот комиссию и руководящий орган разместить в Астане ну можно в Екатеринбурге но Астана более готова в этом отношении чем Екатеринбург поэтому я вам предложил в Астане разместить этот орган а не в Москве и трафик в Москве изменится в лучшую пользу а для Казахстана это определенная нагрузка как он преподнес что это мы будем вот дополнительную нагрузку нести и Алтын в ближайшем будущем появится по предложению Назарбаева и Российский Союз по предложению Назарбаева но в этой так сказать пирамиде кто-то же должен сказать свое веское слово поэтому на ваш вопрос как смотрят руководители которые сидят в Кремле Алексей я бы адресовал этот вопрос к вам вы ближе к Кремлю и больше знаете я только могу предполагать ну я думаю что там разные точки зрения представлены именно вот такое вот метание оно поэтому и прослеживается и непоследовательность в политических решениях потому что есть вопросы военной стратегии экономики политики все они очень переплетаются проблема еще заключается конечно в том что любая даже заявленная экономическая интеграция безусловно приведет к политической какой-то переплетению ну даже я не говорю какие-то там парламенты или еще что-то уже само по себе создание наднациональных органов управления регулирования скажем так безусловно будет бить по интересам любой авторитарной власти которая существует в рамках национального государства вот в данном случае мы говорим о Казахстане то есть без всяких парламентов но какой-нибудь чиновник который возможно даже сидит в Астане но не будет полностью подчинен фактически лидеру нации это угроза для него ну как бы по сути дела я понимаю что избежать этого невозможно но может быть именно поэтому Нурсултан Абишевич так хочет все это перетянуть на территорию Казахстана потому что как любой диктатор он больше всего боится что какие-то люди выйдут из-под его непосредственного непосредственного контроля и начнут проводить какую-то другую политику это как знаете такой ночной кошмар подобного рода авторитарного руководителя именно поэтому я например не верю что Назарбаев когда-нибудь вообще добровольно не под дулом пистолета согласится на какую-то бы ни было политическую интеграцию даже не последствиям а по заявкам и вот все эти разговоры про возвращение в Советский Союз это что вы сейчас предлагаете миллиардеру Назарбаеву вернуться так сказать на должность первого секретаря секретаря обкова партии республиканского нет я думаю что это очень пройденный этап скажем так да Алексей вы правильно сказали и что еще мне немножко так сказать насторожило или удивило вот сегодня по Евронию седут дебаты прямые дебаты кандидатов на председателя Еврокомиссии 4 кандидата они выступают и говорят что они сделают если вдруг придут будут избраны Европой всеми государствами 28 государств на должность председателя Европейской Комиссии и вот мне понравилось выступление бывшего премьер-министра который является одним из кандидатов он говорит вот посмотрите сегодня Борозов звонит сначала в Париж затем звонит в Берлин потом говорит нет наверное все таки правильно сначала звонит в Берлин потом в Париж потом согласие этих двух государств и глав государств потом начинает звонить во все остальные страны и пока проходит какой-то определенный период времени к одному консенсу поиск уходит и необходимо какой-то все-таки получить вот такой орган который бы мог позволять Еврокомиссии оперативно действовать то есть уже Евросоюз подходит такому так сказать мнению что необходим один орган который бы принимал решение поскольку журналисты там провокационные вопросы задавали скажите будете вы председателем Еврокомиссии так что же у вас право решения нет решает Европарламент а вы просто отрабатываете вопросы договариваетесь понимаете какие-то меры для того чтобы как можно быстрее прийти к консенсусу он говорит да я вот твердо убежден что если я был избран я буду добиваться того чтобы был такой орган было такое право Еврокомиссии поэтому хочет не хочет Назарбаев говорит он не говорит что риторика его сегодня круто изменилась я думаю в этом есть наверное и наша лепта с вами Алексей когда мы говорили что Казахстан войдя в Российский Союз конечно же утратит часть своих так сказать функций независимого государства и моментально он изменил риторику и говорит нет грамм не отдадим свои функции независимого государства мы будем вот так и на это не подвинемся если только кто-то будет нам предлагать мы уйдем из этого объединения из этого союза но если Европа уже сегодня говорит о том что необходимо создавать какой-то орган который был бы обязательным для всех государств Европейского союза то наверное в дальнейшем возникнет и такой вопрос вы правильно говорите это больно будет бить по Назарбаеву почему он предлагает Астану потому что он управляет всем процессом в ручном режиме сегодня какие-то экономические законы действия не действуют в Казахстане экономические законы развития а как говорит елбасы так и делают если попал в точку какой великий елбасы если попал в точку какое плохое правительство надо принимать соответствующие меры по разгону тех кто там не принял меры соответствующих и не выполнил ту идею который елбасы сказал она правильная исполнение чертовски неправильного и он придет к такой ситуации Алексей я так думаю спасибо вам большое Виктор Вячеславович за интересное интервью я надеюсь что мы будем с вами внимательно следовать за дальнейшими событиями и уже вот завтра насколько я понимаю то есть в ближайшее время пройдут какие-то протокольные мероприятия подписания документов станет понятно какова будет архитектура этого самого объединения и мы сможем с вами реально проанализировать перспективы этого развития независимо от того что об этом говорит Нурсултан Абишевич Назарбаев в каком бы то ни было политическом кругу Субтитры создавал DimaTorzok